Алексей Боков Как появился Боков с нами Как, вернее, Боков стал с нами в одну линейку Русский пионер стал звучать еще громче А теперь, когда Боков стал писать в русском пионере Я думаю, что просто еще одна страница Кем-то будет вырвана Положена под подушку И сохранена навсегда Потому что это была первая страница Бокова в русском пионере Я действительно депутант Как колумнист И не знал, например, такого забавного факта Что никто Не подписывает Когда пишут колумнисты Они действительно Название не придумывают Оказывается, это прерогатива редакции А я придумал Сейчас мне распечатали текст Мое название А в журнале вы увидите Соответственно, у этого текста существует два названия Мое название Dancing Souls И, по видимости, англоязычное название Не пришлось все-таки редакции Оно называется Полет вне туда Поэтому этот текст называется Двойным названием Dancing Souls Полет вне туда Года три назад Когда мой интерес к одноклассникам Пересилил ненависть С которой я выкорчевывал этот инструмент Зависания всех моих сотрудников Включая моих тетушек из бухгалтерии Которые точно уж не юзеры онлайн пространства Я не думал, что зайду туда сам Тогда и началась эта история В преддверии 31 декабря Я нашел потерянные души старых друзей Которых не встречал лет 15 Одна из них моя нью-йоркская подруга уже Которая непременно хотела меня увидеть Утром 1 января Я по счастливой случайности Действительно летел в Нью-Йорк Но пролетом на остров Сан-Мартан Между рейсами одна ночь Но отказать прекрасной Жанетте было невозможно И мы все еще родственные души договорились о встрече Сколько бывал в Нью-Йорке Никогда не был на Брайтон-Бич И тут все разом И шок от бывших соотечественников Собранных в одном месте И головогудение после новогодней ночи в Москве Бурно праздновали встречу с Жанеттой в русском караоке Пели дуэтом, будто и не расставались на 15 лет Потом такси, аэропорт Я уже на стойке регистрации на рейсы Американ Аирлайнс Как многие знают, международные авиакомпании Не отделят регистрацию по рейсам Сквозь дымку слышу На сам-пам-пам Кивнул главой Получил посадочный талон Сел в салон и погрузился в объятия Морфея Проснувшись часов, эдак через пять Я увидел возле себя прекрасную даму Белокурую, румяную, говорящую на английском Она поинтересовалась Что же я собираюсь делать в Пуэрто-Рико? Как в Пуэрто-Рико? Я же лечу на Сан-Мартан Вы можете лететь куда угодно Но самолет летит на Сан-Хуан Все это напоминало иронию судьбы Или с легким паром И я нажал на кнопку вызова стюардессы Вот билет Красным по белым написано Нью-Йорк Сан-Мартан Заявил я ангелоподобному созданию в униформе И она, увы, подтвердила Что действительно этот рейс в Сан-Хуан И ей совершенно непонятно Как я попал на борт Что ж, пути Господни неисповедимы, подумал я И с этой мыслью я летел в столицу Пуэрто-Рико Моя соседка была впечатлена этой историей Мы быстро нашли общий язык И вы не поверите Мы оказались поистине родственными душами И ярыми поклонниками латиноамериканских танцев Я подарю тебе эту ночь в Сан-Хуане Предложение Миранды прозвучало как начало сказки Что это была за ночь Мы танцевали сальсу и маренго Плескались в океане и говорили, говорили, говорили А на Сан-Мартан меня доставил не ковер-самолет А служебный борт Миранды Который летел на один из Виргинских островов За сутки случились две истории, которые заставляют думать о душе С Жанетой мы встретились и чувствовали себя так, будто и не расставались Связь родственных душ и через 15 лет не теряет силы Но такой же крепкой может быть связь и со случайной попутчицей Которая может стать родственной душой всего за сутки Как Миранда, которая отложила бизнес-перелет Бросила все дела, чтобы танцевать со мной всю ночь напролет Что такое душа? В какой-то момент я понял, что ответ на этот вопрос Очень интересует многих людей, окружающих меня Как человек, шагающий в ногу со временем И пропагандирующий инновационные технологии общения Первое, что я сделал, бросил клич в Твиттер Твиттериане народ активно мыслящий и социально ответственный Не особо философство предложило мне массу вариантов Никнейм Гибинска Душа — это орган между грудей, напоминающий о себе болью в особых обстоятельствах Никнейм Коробков Душа — это как бы совокупность моего сознания, опыта и мыслей Никнейм — кризис жанра Душа — это как детская комната Иногда она кристально чистая и наполнена любовью А иногда в ней грязно, как будто в нее насрали Никнейм Нузгул Душа — это отличие живого мозга от мертвого Никстренностья А может быть, душа — это частичка Бога, которая возвращается к нему Никтвист Для меня душа — это разные вещи, названные одним словом Со всеми соглашусь, но Я не знаю, что такое душа, но точно очень-очень ее чувствую Спасибо вам